Чьё заклинание превратит шнурки в футбольную команду Ротер? Кто носит мантию, очки? Это волшебник Гарри! Нифига-ри! Гетьман, от молодец! Слушайте прямо сейчас! Гиря Бутер и философский арбуз. Часть первая. Гетьман, проснись! Вставай! Вернись к нам! А я у Жени сплю! У какого-то Жени спишь, а у меня кушаешь! А я как раз приготовил котлеты по-гетчемски! Идём, поешь, а заодно расскажешь, где ты шляп! Шляпу такую купил, и вообще, деть тебя носила! Шо я вот это нервничал на всю квартиру! А ты мне даже не улыбнулся при встрече! Ты думаешь, я тебе не рад? Извини, но все знают, что ты полный тебе не рад! Итак, Гетьман, сразу где вы? Так я побежал в душ! Посмотри внимательно на эту книгу! Он в выращивании гороха и фасоли! А о чём она? О бабах! Ладно, бабах! Так о чём она? Неужели непонятно, что книга «Горох и фасоль» Об огромном, злобном, беспощадном, маленьком, добром, очкастом, хилом, несчастном волшебнике? У него сломалась волшебниковая палочка, Служившая единственной опорой при его корявом шкандыбане! И вот он, обеселивший, упал! А в чём моя миссия? Найди и уничтожь эту тварь, пока она не завладела миром! Так речь идёт о Гире-бутере? Да! В его безобразной, а безобидной, очкастой голове Созревает коварный, зловещий арбуз! Благодаря ему Гире-бутер может разговаривать со змейками! «Я слышу голос одной из них!» «Одной из них! Стрихотаблишних!» «Гетьман, иди домой! Иди домой, посуду!» «Кто это там гавкает?» «С тобой гавкает гавкающий змей!» «Повелитель жёлтой одноглазой стрекозы!» «Что?» «Ладно, это я гоню!» «И это ещё не самый страшный союзник Гире-бутера! Самый страшный – это я!» «Но я буду за тебя, честное слово!» «Бойся, Гетьман, двух его подружек!» «Гермиону и Гуимплену!» «Лену Гуимп? Ну как же! Ведь всего пару дней подряд у нас с ней было... «Лена, тебе было хорошо!» «Да как у тебя вообще язык поворачивается такое... делать?» «О, наш пострел везде поспел!» «Но не везде ещё поспел арбуз в голове Гире-бутера!» «Для тех, кто не понимает, что происходит, сообщаем!» «Надо было слушать серию сначала!» «У меня всё!» «Спасибо!» «Пока не поздно, ты, Гетьман, должен ампутировать Гире-бутеру арбуз и сошмакать его в арбузовжималке!» «Да, я сделаю это! Избавлю мир от этого злака!» «Злака?» «Чувственного козлака! Во мне проснулся настоящий зверь!» «Что-то не похоже!» «Почему же? Просто это проснулся мёртвый зверь!» «Значит, план такой! Вначале обезвреживаем подружек Гире-бутера Гермиону и Гуимп Лену!» «Гуимп! Ну как же! Ведь у меня с ней всего неделю подряд было!» «Это уже было! Расскажешь, знаешь, кому?» «Мне! Прямо сейчас! Сначала и поподробней!» «Самое интересное! Слушайте в следующей серии! Вот, например!» «Ниже! Ниже! 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 Лей его, Гетьман! Врежь!» «Далее Буде!»